Газовый котел, его подключение, монтаж, дымоход. Но так получилось, что мы решили, что 24 киловатта будет наиболее оптимальным. Это каркасный дом. Но есть грибки для отвода воздуха. Конечно, лучше строить его. Мы видим, что он приклеен на плиточный клей. Вот это, друзья, настоящий проект. Будешь экономить еще и на электричестве. Облегчает жизнь проектировщикам виднее. По требованию газовиков, которые убивают. Каждый для себя сам должен принять решение. Сейчас я вам расскажу про то оборудование. Добрый день. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в какой-то деревушке, но не главное место, а главное, что возвели на этом месте и из чего. Есть такой производитель домокомплектов, он называется Сканди. Многие его называют Мерседесом среди домостроения. И почему? А потому что высококачественное производство, современные станки и очень качественные домокомплекты, которыми застроены Норвегия, Финляндия, Эстония и другие скандинавские страны. Завод Сканди расположен в Ленинградской области. Я был на этом заводе и, конечно, когда я там был, я, честно говоря, поразился современности и объема этого завода и выпускаемых им домокомплектов. Дома все современные, с большими, как мы любим, студиями, гостиными и небольшими комнатами. Есть большими комнатами, мастер-спальнями и многим-многим другим. А сегодня у меня на канале одноэтажный дом. Это тот проект, который и заинтересовал меня, потому что два этажа хорошо, но постоянно бегать вверх-вниз, я считаю, не очень хорошая затея, когда у вас этот частный дом, а не многоквартирный. Сегодня мы с вами все внимательно посмотрим, рассмотрим, поймем все особенности, плюсы и минусы. Ну а вы, как обычно, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Погнали! Любой дом начинается с проекта из фундамента. На этот дом есть проект от производителя домокомплекта, есть расчет, соответственно, фундамента. Я сюда, помню, приезжал, снимал, как раз заливали плиту. Мне было очень интересно посмотреть, что мы сейчас, друзья, с вами видим. Мы видим, что коробка полностью собрана, крыша полностью готова. Внизу мы видим колодцы для отвода воды. Мы с вами видим гидроизоляцию. Гидроизоляция под камнем. Сейчас дальше пойдем, все увидите. Мы видим, что вода с дома, с кровли будет уходить сразу в канализацию дренажную. Вот эти люки для обслуживания. Интересно сделано от муска. То есть, я не знаю, сейчас мы спросим, будет ли это заливаться бетоном, либо камень не останется, потому что даже сейчас смотрится красиво. Вот есть разделитель. Идя по периметру дома, первое, на что обращаешь внимание, это большое широченное окно, большое количество остекления. Окна смотрятся очень круто. Очень смотрятся круто вот эти отливы. Обратите внимание, как все четко заведено и сделано так, чтобы это не гнило и служило вам, друзья, вечно. Плюс, я когда был на производстве, обратил внимание, что вот сама вот эта евровагонка, она, знаете, ну, такая вот, смотрите, ведь даже на камеру видно, что такая, знаете, шершавая. И на производстве сказали, что это они делают специально, потому что потом они ее сами вот на производстве это все окрашивают. И краска тогда лучше пропитывает дерево, и это очень-очень долго служит без, там, какого-то, знаете, там через год не нужно ничего это красить, а состоит это десятилетиями. Значит, соответственно, у нас есть окна, окна в цвет, в черный цвет, соответственно, дома есть водоотводы конденсата. Сверху видим, как все прошито, мы видим, что здесь вентиляция есть, где желоб идет. Значит, здесь фундамент, это монолитная плита, плюс ее утеплили, под низом было тоже утепление. И, соответственно, здесь вот такая декоративная крошка. И засыпано все камнем, смотрится красиво. Между панелями вот такой красивый наличник. Уличное освещение. Окна, такая, знаете, дверь напоминает, но это обычное окно. Здесь дом с мастер-спальней. Ну, это, конечно, здорово, знаете, когда у тебя вода, она не брызжет и не мочит твой фасад, а сразу уходит в канализацию. Очень все аккуратненько сделано. Вот сейчас видим как раз, что один из рабочих наносит декоративный состав на цоколь. А, вот здесь видно. Значит, смотрите, вот она гидроизоляция. Мы видим утеплитель, экструдированный пенополистирол, да, наверное, это он, да. Мы видим, что он приклеен на плиточный клей. Есть сетка, вот эта белая, это грунтовка. Ну, и, соответственно, сверху наносится... А, в общем, декоративная штукатурка. А еще из нюансов мы видим, что здесь местами выведено электричество. Это... Вот это что, для подсветки или просто здесь розетка будет? Это просто розетка. Ага, для розетки есть подсветка. И здесь еще дополнительно вот коробка стоит распаечная. А, для видеонаблюдения все понятно. Можно зайти с разных сторон в дом. Очень четко все открывается, но мы сюда зайдем чуть позже. Сейчас мы с вами, друзья, пройдем и посмотрим весь этот дом. Чем... Если вот площадь вашего участка позволяет построить одноэтажный дом, то, конечно, лучше строить его. Мы видим здесь панорамное стекление. Мы с вами видим систему отлива. Снегозадержатели, если я не ошибаюсь, правильное их название, да? Есть еще один вход. Есть также дополнительные розетки. Ну, дом по мне... Подальше давайте отойду. Смотрится очень эффектно. Есть грибки для отвода воздуха. Есть инженерные системы, что немаловажно. Кровля металлическая, тоже все в черном цвете окрашено. Дом вообще по мне смотрится просто шикарно. Знаете, такой кусочек какой-то небольшой Скандинавии, Финляндии, в нашей Ленинградской области. Вот это интересно, что за турбогаз, интересно или нет. Дополнительно, обращаю внимание, есть вывод под воду. Для того, чтобы здесь поливать, стоит септик. Но тут все уже подключено и все, соответственно, работает. То есть, видите, септик – это не просто, знаете, там колодец обычно. Вот, видите, фильтра различные и что-то он тут делает. Я в этом, конечно, не особо разбираюсь. Он тут воду переливает. В общем, такая технологичная штука. Здравствуйте. Еще один вход. Вход – это как раз в техпомещение. Можно пройти, посмотреть. Тоже один из входов в этот дом. Вот отсюда давайте мы с вами, друзья, и начнем. Заходим. У нас большой коридор. Вот, кстати, на улице где-то 25 градусов. Сюда заходишь в дом, хотя бы все открыто. И здесь сразу прохладно. А прохладно за счет того, что это современный энергоэффективный, друзья, дом. Это каркасный дом, напомню, сделан на производстве «Скандик» в Ленинградской области. И здесь, соответственно, смонтированный и идет на данный момент отделка. Перегородки гипсокартон по обычной скандинавской технологии. Так, сейчас мы к вам сюда заглянем, чтобы посмотреть красоту инженерных систем. А, ну вот мы видим. Здесь же газ же, да, подведен? Там труба стоит на улице. Оба. Оба. Газовый котел, расширительный бак. Обратите внимание, как круто смотрятся вот эти трубы. Я представляю вам Сергея, руководителя строительной компании, которая монтировала, занималась отделкой и инженерными сетями в этом доме. Сергей нам расскажет про вот это оборудование, которое установлено здесь. Что это и для чего это? Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей. Сейчас я вам расскажу про то оборудование в этой котельной, которое мы использовали, которое мы сначала запроектировали, а потом уже реализовали. Итак, мы в этой котельной видим два котла. У нас изначально планировалось использовать один котел газовый по умолчанию. То есть в комплектации дома у нас включены все абсолютно коммуникации, и котел в том числе. И изначально базово в комплектации у нас был вот такой газовый котел. Это котел Baxi Econova на 24 кВт. Площадь дома 134 метра квадратных, котел мощностью 24 кВт. Изначально мы опять-таки планировали котел 18 кВт, но так получилось, что мы решили, что 24 кВт будет наиболее оптимальным. К этому котлу у нас предусмотрен выход дымохода. Он еще пока не смонтирован, потому что газ не подключен. К дому уже подвели газовую трубу, но происходит процесс переоформления, который происходит не так быстро. После того, когда трубу подключат, мы подключим газ. У нас здесь есть закладная для газовой трубы. Приходит газ, подключаем его, запускаем дымоход, и котел работает. Конкретно в этом доме по просьбе клиента дом был оснащен резервным котлом. Это электрический котел. Это электрический котел Stout, мощность всего 12 кВт. При строительстве дома, как только мы собрали коробку, у нас на это уходит порядка 4-5 дней. Конкретно этот дом мы собирали за 5 дней. Как только мы ставим кровельные панели, в течение 5 дней мы запускаем электрический котел. Это происходит очень быстро. Мы подключаем две трубы по временной схеме к электронному шкафу, и у нас в доме сразу уже подается тепло. В течение суток дом нагревается до температуры порядка 20 градусов. Дальше уже мы регулируем влажность, регулируем температуру, так, чтобы в доме сразу нагнеталась комфортная среда и устанавливался тот климат, в котором уже производились отделочные работы. В процессе строительства дома и анализа всего инженерного оснащения мы решили, что базово у нас будет включен электрический котел. Для этого дома конкретно электрического котла вполне достаточно. Что касается газового котла, тут, пожалуй, для себя каждый примет решение, нужен газовый котел или не нужен. Потому что сейчас подключение газа к газового котла в целом по Ленинградской области стоит порядка полумиллиона рублей. Около 300 тысяч рублей стоит непосредственно подключение самого газа, там 300-350 со всеми земляными работами. И порядка 150 тысяч рублей стоит газовый котел, его подключение, монтаж, дымоход и газовое оснащение. И что касается электрокотла, наши дома энергоэффективные, они пассивные и они потребляют довольно мало электроэнергии для отопления. Пока цифру сказать не могу, но предположительно это порядка 5-7 тысяч рублей в месяц. Соответственно, если мы говорим... Извините, 5-7 тысяч рублей это в сезон отопления. Да, 5-7 тысяч рублей это в сезон отопления. Ну, наверное, он будет доходить до 9 тысяч в сильные морозы, но в среднем на год, наверное, это будет такая какая-то сумма. Сергей, извините, но за 138 квадратных метров 9 тысяч рублей это копейки по сравнению с тем, сколько мы платим коммуналку в квартире. Да, совершенно правильно. И если мы подключаем газовое отопление, я предполагаю, что газа будет потребляться, наверное, где-то тысяч на три. И вот эта разница, условно, в 4-5 тысяч рублей в месяц, она компенсирует 500 тысяч рублей подключение газа. И тут каждый для себя сам должен принять решение. Ему нужны эти инвестиции в себя, которые окупятся, получается, там... Дети его детей. Да, порядка 10 лет, наверное, будет. Какое 10 лет? Да больше. Ну, 5 тысяч рублей на 12 месяцев это 60. Соответственно, ну, там порядка 8-9 лет. Приличный. Да, газовый котел для себя каждый определяет. Причем электрический котел включается прям сразу и все, больше никаких вопросов нет. Что касается газового котла, то нужно там оформить дом, проложить этот газ, подключить, произвести пусконаладку. Ну, да, там проекты же еще нужны. Да. Помимо окон, как вы знаете, а вы точно знаете, что для газовой котельной обязательно окно, которое открывается наружу. Но у нас окно открывается вовнутрь. Но мы сделали хитрее. Мы сделали дверь, которая открывается наружу. Да. Это полностью удовлетворяет требованиям газовиков. И котельная полностью подходит под оснащение газа. Кроме этого, обязательно в котельной по требованию газовиков должна быть отдельная вентиляция для газового котла. И у нас на самом деле есть. Вот эта вот труба, она как раз-таки сделана для того, чтобы была вентиляция. Вот этот киф нам дает приток воздуха в котельную. А эта труба как раз вытяжка именно газового котла. Обращаю ваше внимание на то, что если вдруг вы хотите использовать жиженый газ, то вот эта вот труба верхняя, она должна быть сделана внизу. Жиженый газ, он тяжелый. И когда вдруг происходит утечка, жиженый газ опускается вниз. И требования по вентиляции для жиженого газа и магистрального, они разные. Это вот, на это нужно обязательно обратить внимание. В целом, по коммуникациям в котельной, пожалуй, все. Это у нас... Кстати, расскажите еще про трубок. Очень красиво смотрится вот эта вся подводка. Изначально мы хотели сэкономить, скажу честно. И у нас в проекте были полипропиленовые трубы. Но в процессе монтажа мы подумали и решили, что все-таки, наверное, для такого дома полипропиленовые трубы будут не очень. Хотя лично, по моему мнению, вполне нормальные трубы покупаются. Полипропиленовые трубы, условно говоря, самые дорогие. Они стоят дешевле, чем нержавеющие трубы. И в целом котельная работает нормально. Но мы подумали и решили, что, наверное, пусть будут нержавеющие трубы. Это там привело к удорожанию порядка 30 тысяч рублей, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. Здесь у нас стоит более косвенного нагрева на 150 литров. Его сейчас демонтировали для того, чтобы здесь клиент настелил полы. И уже этот вопрос полностью закрыть. Домонтировать все оборудование и запустить уже водоснабжение и все, чтобы работало. Там еще у нас будет решительный бачок и котельная будет полностью смонтирована. У нас здесь отдельный выход на улицу. Здесь этот дом питается от скважины. И вода, которая идет на улицу, она идет мимо фильтров. Вот. Это коллекторный шкаф у нас на теплые полы. Открываем, смотрим. Да, смотрим, конечно, это же интересно. Открываем, смотрим. О, красота. Да, мы его еще пока не закончим. У нас будут стоять вот эти вот сервопривода на всех вот этих вот головках. Так, чтобы регулировать полы в каждом помещении. Автоматически. Да, с пульта управления. Вот эта штука тоже для управления теплыми полами. Вот. Это, собственно, отсюда же идет питание на управление теплых полов в двух санузлах. Так, что касается отопления, я сказал, скажу немножко по поводу воды. Значит, по воде у нас штатно дом комплектуется вот таким фильтром грубой очистки. Ну, вот механических примесей. Если в вашем поселке есть, например, вода централизованная, то этого фильтра будет достаточно. Если у вас скважина, то нужно делать анализ. И, возможно, вам придется ставить вот такое оборудование. Здесь еще стоят две колонны. Это фильтр с обратным осмосом. А вот он вон там стоит. Вот. И бойлер тут. Очень много железа здесь по анализу воды. И поэтому здесь вот такой фильтр. Это уже клиент докупил самостоятельно. Компания ему сделала предложение. Ну, а мы уже смонтировали это все в одном комплексе. По воде и отоплению, пожалуй, все. Винтиленция. По канализации. Значит, дом оснащен внутридомовой канализацией по умолчанию в комплектации. В комплектации два санузла у нас готовые, как вы знаете. И для того, чтобы наш клиент смог сразу пользоваться этими санузлами, мы не можем не поставить ему в комплекте дома канализацию. Локальные очистные сооружения. Мы всегда ставим станции биологической очистки. Конкретно здесь стоит станция Биодека-4. Вот. Вот теперь, пожалуй, по воде канализации и все. Что касается вентиляции. У нас дом построен по скандинавской технологии. Каркасно-панельный. И каркасно-панельные дома все должны быть полностью герметичны. Этот дом также герметичный. Каждый дом мы испытываем с помощью аэродвери. И проверяем на коэффициент обмена воздуха. И проверяем герметичность. Эти дома герметичны. Что касается цифр конкретных, то в нашей стране для таких домов коэффициент от 2 до 4 в норме. Европейские нормы говорят о том, что коэффициент должен быть ниже полутора. И у нас ниже полутора, у нас ниже единицы получается. И в выставочном доме, и здесь тоже ниже единицы коэффициент воздухообмена. Вентиляция. Если у нас герметичный дом, соответственно, легкие наши должны получать свежий воздух круглый год. Для того, чтобы легкие получали воздух круглый год, необходима приточно-вытяжная вентиляция, которой мы оснащаем все наши дома. Мы договорились с компанией «Турков». И все дома мы оснащаем вентиляционными машинами «Турков». Эта вентиляционная машина в полипропиленовом конкурсе, эта вентиляционная машина в полипропиленовом корпусе «Зенит-550». По мощности эта машина чуть-чуть больше, чем требуется для объема этого дома, потому что предыдущая нижняя модель, ее немножко недостаточно, поэтому поставили чуть-чуть с запасом. Весь дом с приточной вытяжной вентиляцией, она вся смонтирована, предварительный запуск машины произведен. Следующий запуск будет после того, когда клиент въедет. Мы установим финальные решетки-диффузоры, и будет произведена окончательная пусконаладка и запуск вентиляционной машины. Здесь у нас выведено электричество, интернет, наверное, домофон, соответственно, выключатели. Здесь тоже, тут аналогично, смонтированы пластиковые подоконники. Я вот себе бы не ставил подоконник, а просто бы вот, чтобы просто найти, было ровно. Мне, например, подоконники лично не нужны. Стены все шпаклеваны. Здесь для монтажников сразу откосы деревянные для удобства монтажа дверей. Вот, к примеру, у нас первая комната. Начинаем смотреть. Здесь видно, что будет размещаться телевизор. Соответственно, под него все выводы подключения телевизора к интернету. На полу мы с вами видим, что они заливали здесь дополнительно, выравнивали бетон, и вот это сверху выравнивали, чтобы он полностью был ровный. Есть специальная вот такая отсечка, вот она, демпферная лента. Здесь дополнительно есть, соответственно, вот обратите внимание, розетка здесь, розетка. Так, что это у нас тут такое? А, круги, понятно. О! Смотрите, друзья, что у нас тут есть. План. Вот этот дом. Вот он, чей проект? Шведом 130 квадратных метров. Проект приведен на русский язык. И здесь есть система водопровода, вентиляция, и все на свете. Вот это, друзья, вот это круто, когда у вас к дому есть настоящий проект, и строители работают по проекту. Достаточно хорошая здесь высота. Здесь комфортно. При помощи моего такого небольшого электронного друга измерим. Так, высоту потолка вот здесь. 3,34, и в самой низкой части 2,57. Ну, вот сами понимаете, да, что воздуха здесь предостаточное количество, и в таких помещениях с такой высотой очень приятно находиться. И, конечно, круто, что здесь прохладно. Соответственно, в коридоре, понимаешь, тоже более трех метров. Электрощитовая. Обращаю ваше внимание вот на вот эту красоту. Как все четко сделано. Придраться пока не к чему. Ну, вот, если есть на канале подписчики-электрики, пожалуйста, прокомментируйте. А, друзья, очень здорово, что я здесь встретил электрика, который здесь монтировал все это электричество, и он нам расскажет про этот чудесный шкаф. Добрый день. Ну, по поводу шкафа. Ну, я его полностью и собирал, и монтировал. Это не фабричный шкаф. Ну, здесь, наверное, видно, что он не фабричный, он в ручной сборке. Вот. Данный шкаф довольно ужат, как ни странно, да. То есть, он выглядит достаточно обширным, но при этом с точки зрения группы и подгруппы он ужат. В общих чертах здесь разделены силовые световые группы, объединены в подгруппы по нескольку помещений, вот, исходя из, опять же, технического задания. Свет внутренний весь на мастер-клавиши. Мастер-клавиши у нас реализованы посредством контактора и защиты катушки контактора. Соответственно, мастер-клавиши у нас работает на дом, на свет в доме. Вот. Отдельно работает фасадный свет. Он разделен, тут достаточно много фасадных светильников, их 16 штук, и они разделены по нагрузке, так как здесь 380 вольт подача. Вот. Они разделены по нагрузке, дабы не допускать перекосов по фазам. Соответственно, защищено это все трехфазным автоматом, крыле, то есть, чем это хорошо. То есть, у нас стемнело, и свет у нас фасадный включился. То есть, на рассвете у нас свет фасадный выключается, то есть, это полностью, ну, не полностью, а это облегчает жизнь, скажем так, хозяину, которому не нужно думать, что у него там свет фасадный не горит, и вокруг дома темно, например. Это можно функцию отключить, но так или иначе, она, я считаю, достаточно удобная, и реализуется тоже достаточно просто. Такой же контактор, защита катушки контактора, и управление не выключателем. По сути, фотореле – это мастер-клавиша для фасадного освещения, которое де-факто не клавиша, а реле. Вот и все. Ну и, соответственно, общая защита 40 А, 100 мА – это УЗО, которое подразумевает защиту от утечки на 100 мА. Это не противопожарное УЗО, это пользовательское УЗО, устройство защитного отключения. Вот. Противопожарное – оно на 300 мА. Но каждая влажная группа защищена отдельным дифференциальным автоматом. Вот они. Кстати, прошу заметить, они однодиновые. То есть это такая функция, скажем так, это такие автоматы, которые делают уважающие себя производители на сегодняшний день. То есть обратите внимание, что здесь автоматика сама по себе использована недорогая, но при этом она зарекомендовала себя достаточно обширным временем использования. Мы не первый год ей пользуемся и уже, видимо, далеко не последний год мы ей будем пользоваться. Вот. А дифференциальная защита на 30 мА. Чтобы понимать, 30 мА – это значение тока неотпускания. То есть, когда мы, грубо говоря, 30 мА – это утечка тока, которая убивает. То есть, когда мы схватились за электроустановку, прилипли к ней, нас трясет, нам не отпустить. Вот 30 мА – это крайнее значение. Поэтому ставить 30-мА на автомат – в принципе, это правильно. Ну, кто-то ставит вообще 10 мА, чтобы прям, ну, вообще защититься от утечки тока. На самом деле, 30-мА автоматов для защиты влажных групп их достаточно. Их тут немного здесь. Стиральная посудомоечная машина, санузлы и кухонные розетки, в общем-то. Если говорить о таком прям жестком правиле защиты, то там детские комнаты, как правило, тоже защищаются дифференциальными автоматами. А если углубиться в эту историю, то вообще, в принципе, рекомендуется сейчас вообще на все ставить дифференциальную защиту. Но мы понимаем, что у нас должно быть адекватное сочетание между бюджетом и тем, что мы используем. Ну и опять же, мы взрослые люди, мы используем какие-то функции нашей электропроводки, думая. Вот. Поэтому, ну, в данном случае, все вот таким образом здесь реализовано. Он заземлен. Шкаф называется «Ек Титан-5». Очень удобное, очень классное решение. Это наш производство, да? Это да, это считается российским производством. Я думаю, что оно производство наших ближайших соседей, которые нас пока не предали. Вот. Это очень хорошая альтернатива какому-нибудь Мистралю. Ну, конечно, да, они классные были щиты, но нету их сейчас. Здесь съемная монтажная плата полностью, да? То есть мы полностью вот этот каркас можем снять, собрать щит и вот его в сборе, как это сделано сейчас, поставить уже непосредственно в короб. Дверцы здесь эмулированные белого цвета. Вот эта вот история – это подготовка под подсоединение стабилизаторов напряжения. То есть у нас мы по ходу выполнения работ с заказчиком пришли. Он пришел такой и говорит, а почему нету реле напряжения? Вот такой вопрос. Я ему сказал, ну вот смотрите, реле напряжения – это фактически что? Это устройство, которое при выходе напряжения из заданного так называемого гестерезиса, да, этого напряжения, то есть меньше того-то и больше того-то, у нас просто отключается фаза. Она не выравнивается ничего, да, у нас просто отключается фаза. Поэтому реле напряжения, возможно, это, конечно, и решение, когда происходит все слишком редко. Но лучшее решение – это стабилизатор напряжения на каждую фазу, потому что… То есть на простом языке стабилизатор, он не дает вот этому прыжку электричества, а там падение и подъема. Да, да, да. Чтобы не сгорела у нас техника, не испортилась это все. Абсолютно верно. Здесь достаточно… Ну я считаю, что лучше это поставить, потому что новый холодильник покупать – это дорого. Это же стоит дешевле, чем новый холодильник, там 40 тысяч. Вы знаете, новый холодильник покупать дорого, а комплект Apple TV еще дороже. Ну вот, там ты… А, то есть горит вообще все сразу. Ну, любая электроника, которая не предусматривает скачки напряжения, она горит моментально. Понятно, все, что вот на товарозетках, горит все вместе с сотовыми. Стабилизатор напряжения – это такое устройство, которое выравнивает напряжение и не дает ему сильно упасть, либо сильно скакнуть. Был доступ, там, вот здесь закладные. Ну, вот я уже, кстати, понял, что внутренние перегородки – это тоже производство от скандиек, и, соответственно, вот они все… Да, да. Весь кабель идет, вот это, я понимаю, заземление, да, кабель, вот силовой кабель, а это у нас антенна или что? Это септика, да, это оптиволокно. А тут тоже вентиляция в помещении, а вот еще вентиляция, труба проходит. А вторая комната, видите, сколько различного оборудования у строителей. Чуть меньше. То есть вот обычная классическая спальня, здесь порядка, наверное, там 12, может быть, 14 квадратных метров. Я обращаю ваше внимание, что вот этого предостаточно, и из-за вот такого большого окна, конечно, здесь… Ну, сейчас свет не горит, и здесь света хватает, все видно. То есть будешь экономить еще и на электричестве. Идет уборка, это большая кухня, гостиная, подводка воды, канализация, розеточная группа. Вот здесь, наверное, скорее всего, кухню поставят в дальнейшем. Тут, скорее всего, будет телевизор, зона отдыха. Здесь, наверное, диван поставят, вот розетки сверху, розетки, соответственно, снизу. Еще у нас одно такое, наверное, техническое какое-то помещение будет, или там зона хранения. С канализационной трубой вот так. Тоже странное, конечно, решение, почему надо было вот так делать, но проектировщикам виднее. И обращаю внимание, что вот какой здесь большой метраж, и как здесь, соответственно, чувствуется вот эта, друзья, площадь. То есть вот где будет находиться вся семья, гости, которые будут приезжать к вам все, вот будут приходить и располагаться в этом помещении. Так, у нас тут еще, я смотрю, один проектик. Скандик Конструкшн, Скандинавия, шведская, прагматика, 130. Санкт-Петербург, 2023 год. Общий ситуационный план, площадь застройки. Вот смотрите, видите, от международного участка, как расположен дом, внутри, соответственно, площади. Вот здесь будет терраска, здесь терраска, здесь, терраска, здесь. Вот видите, три входа-выхода. Здесь мы на участке видим, как будет озеленение сделано. Расположение по сторонам света. План. Размерный план. Маркировочный план. План закладных. План закладных навесного оборудования. Представляете, сколько, друзья, здесь всего интересного. Что еще? Разрезы, разрезы. Фасад. Как открываются окна. Крепление стены к фундаменту. Обратите внимание, вот на таких угол. Анкер кленовый, вот он. На анкерах все держится. Напомню, монолитная плита здесь. Блин, слушайте, ну круто. Горизонтальная доска, контрабрешетка, диффузионная мембрана, ветрозащитный гипсокартон, каркас, утеплитель, пароизоляция, обрешетка, утеплитель, внутренний гипсокартон. Стены, кстати, достаточно здесь толстые. Вот тут тоже, видите, как все сделано. Вот это все, утеплитель. А, вот это сверху видели, это москитная сетка, чтобы они туда не залетали поля. Понятно, она как еще и вентиляция работает. Представляете, как круто. План установки опоры под террасу, ничего себе. План монтажа лаг террасы. Вот это, друзья, настоящий проект. Очень интересный. Так, что у нас с окнами? Оконный континент, номер изделия, а окна века. То есть окна не из дешевых. В новостройках такого не увидишь, если только сам не поменяешь. Соответственно, понимаем, да, вот это такая зона отдыха, приема пищи. Может быть, кухня. А, нет, вот это еще какая-то, наверное, прихожая или еще что-то. Смотрите, здесь вот оно, панорамное стекление. Там рабочие работают, их вообще даже не слышно. Вот такое глухое окно. Здесь, наверное, такая зона, да, как раз у телевизора, чтобы отдохнуть. Так, мы с вами посмотрели санузел, еще не посмотрели. Давайте посмотрим, что здесь с санузлом. Выключатели. Вот эти кабинки производят на заводе. Все делается на производстве. И здесь просто уже, соответственно, монтируют. Мы видим мощные направляющие из металла. Мы видим утеплитель, два слоя гипсокартона. Мы видим клей, мы видим плитку. Вот это все уже с завода, друзья, идет. И вот это все идет с завода. То есть не нужно ничего делать по месту, вы экономите время. А, соответственно, завод, это заводское качество, друзья. Там теплее, это делают профессионалы. Электрообогреватель, регулируемый по температуре. Санузел, раковина, зеркало, розетки заземленные. То есть вот все с завода. Дверь поставил, и все. И нужно жить. И еще решетку под вентиляцию поставят. А еще одна комната. Назову это мастер-спальня. Здесь вот, знаете, типа дверь. На самом деле дверь открывается окно. Вот такое, скажем, не широкое окно до самого пола идет. Здесь широченное окно. И у нас здесь что? Здесь у нас какая-то зона хранения. Здесь система теплого пола, регулировки. Все это можно подключить к умному дому, скорее всего, здесь, полагаю, будет. И, соответственно, для мастер-спальни есть своя ванная комната, где мы видим, что установлена душевая кабинка, душевой трап. Моешься, и вода прямо на пол течет. Санузел, небольшая раковина, розетка. Я не делюсь, что где-то здесь и свет включается. Только не знаю, что нажать тут надо. Куда тыкнуть? А может быть и нет. Причем, кстати, все санузлы здесь. Инсталляция здесь. Везде инсталляция установлена. Ну, также вентиляция, потолок. Ну, все. Пока вот такая временная дверь стоит. Это для выхода на кровлю. Или дополнительные зоны хранения, возможно. Блин, как классно, что здесь, друзья, прохладно. И еще у нас получается с вами одна комната. Вот, она тоже большая достаточно комната. С большим окном. И прямо из комнаты можно, соответственно, выйти на улицу. Блин, очень круто. Мне просто нравится. Нравится сам проект, нравится высота потолка. И нравится, что это каркасник, заводской каркасник. Потому что на месте ты никогда не сделаешь такого же качества, как это сделают на производстве. Хотите современный и энергоэффективный дом? Оставьте заявку на andreartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. Я говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok